приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео будет очень много новостей интересных поэтому внимательно слушайте присаживайтесь поудобнее с чайком сейчас все вам расскажу розырша золота в этом видео не будет поскольку в этом месяце я все разыграл 60 тысяч золота вам раздал поэтому в следующем месяце который уже вот-вот начнется снова буду разыгрывать вам золото я думаю один день потерпите никуда не пропадете и так первая новость про которую хочется рассказать про стального охотника отключение балансировщика по эффективности честно скажу я не понял зачем его вообще включали многие годы разработчики нам рассказывали в рандоме баланса по скилу не будет до в рандоме его и не добавили потому что будет гореть жопа тебя будут кидать все время к сильным челикам если ты сам сильный ты будешь всегда играть тяжелые бои легких боев не будет ты просто устанешь от игры но и так оно и есть не только в танках но и в других играх которые про онлайн про игру с людьми есть тоже баланс по скилу очень быстро проходит тот этап когда ты играешь спокойно нормальную игру где ты пришел чисто отдохнуть кайфануть именно от самой игры начинаешь играть во что-то очень сложное потное и трудное и это не заканчивается вообще никакого отдыха нет это очень быстро надоедает и даже горит жопа намного сильнее чем обычно поэтому я честно говоря вообще против баланса по скилу поскольку а зачем мне всегда играть со статистами ведь все остальные большинство большая часть игроков она и не увидит этих статистов вообще а почему я должен мучиться и таких игроков будет пару процентов на всю игру остальные все будут играть с обычными челиками что в принципе сейчас и происходит все играть с обычными игроками а статисты должны будет только со статистами почему-то играть чтобы что я считаю что все должны играть в равных условиях в обычных командах которые собираются из всех подряд кто есть в игре почему одни должны играть в легкую игру а другие в супер сложную от которой поташнивает и горит жопа сильнее чем обычно и вот добавили этот балансировщик по эффективности в стальной охотник у меня очень сильно от него пригорает в принципе от стального охотника от того какой он есть сам по себе там очень душная кривая стрельба и так тяжело пользоваться этими скилами всякими которые с этой камерой надо перекручиваться непонятно как и тяжело ездить так к тому же у меня в команде я после боя смотрел с кем я играю у меня пол команды просто 45 процентная половина команды статисты и я вообще вот вы именно в самом бою я не понимаю против меня супер жесткий чел или супер никакущий в каком месте тут баланс по скилу я не знаю но это явно что-то не то от этого очень сильно горит и это выключают с 30 июня 7 утра баланс по скилу в стальном охотники отключают и это правильно но отключает его потому что кто-то пользовался им не так как было задумано кто-то использовал ее в не спортивных целях также будет запущена проверка аккаунтов и те кто использовал эту механику в не спортивных целях у них результат обнулят и они смогут заново его набивать но теперь балансировщик будет у всех один все будут играть со всеми они как-то там разделяться на игроков получше игроков не получше это все туфта полная я считаю что это правильно это была полная ошибка его включать нереально горит жопа от того как челики играют против меня в стальном охотники насколько я понял некоторые люди специально сливались в нулину чтобы не получать опыт чтобы балансировщик по скилу подумал что они рачки и надо кидать к рачкам я же так не делал даже не задумывался о том что мне так надо я на стримах играл и те к челики которые против меня попадались это просто забей они реально прям охотились за мной мои бои составились того что я пытался выжить они набивать какие-то результаты чтобы в турнире высокое место получить из-за этого но это просто нереально душно и меня тупо горела жопа слава богу что это выключат я понимаю что я затянул с этой новостью и можно было рассказать за две секунды но прочувствуйте всю ту боль которую я прошел а я сыграл 134 боя вот в такое от чего беспрерывно горит я даже врагу не посоветую чтобы они в такое играли слава богу что это уберут и надеюсь никогда в жизни больше не добавят не в рандом не в какой-то другой режим эти балансы по скилу это худшее что вообще может быть и сами разработчики это говорили но зачем-то взяли это запихнули это полная ошибка и так следующая новость это танк колебан 30 июня с трех часов мск начинается постоянная продажа этого танка его можно будет купить за 11 тысяч 300 золота или за 1763 рубля я уже сегодня в рандоме видел эти танки думал что уже челик их понакупили но продажа стартует только с 30 я видос вот вечером 29 записываю и уже их видел в рандоме дума что уже понакупили и сливаются в нули ну но это еще те которые его получили прошлый раз на сайте с этой новостью также опять добавили пазли которые можно собрать но в этот раз его собирать не буду не знаю за сколько времени он бы собрался но у меня нет времени хотя прошлый раз когда танк добавляли пазлики я собрал но видим что традиция продолжается и пазл на странице где добавляют новый танк в постоянную продажу добавляют видимо кто-то их собирает хотя в этот раз я это мероприятие пропущу тупо некогда по поводу самого танка он не простой у него фугасница барабанная я не люблю фугасницы но мне танк в целом не зашел да у него есть у вен и лобовая броня но в борту броня не очень также у него лючок есть кривущая пушка но огромная альфа честно говоря я таким танком вообще не рад что они в игру добавляются но я бы не сказал бы что это супер имба но в некоторых случаях он может выехать и просто дать два раза по 600 и ты отправишься в ангар это конечно не очень но и это не говорит что танка имба и на нем легко играть на оборот он очень сложный также с 30 июня с 9 часов и маска первый запуск осторожно хрупкая опять включает эту аркаду можете зайти на сайте посмотреть что там за изменения что там будет я в это даже заходить не буду мне лень но там есть на рады можно пофармить кредиты и боны можете зайти пофармить можно нафармить аж целых 100 тысяч серебра и 100 бон нереально разбогатеете все в ваших руках также еще в описании добавлю ссылку где разработчики на одной странице добавили все кнопки которые надо нажать чтобы поучаствовать в стальном охотники в турнире легендарный охотник хорошо что они додумали что надо все кнопочки которые надо пожмякать засунуть в одну страничку потому что в той главной большой новости про легендарного охотника можно заблудиться и она реально огромная из нее открывается еще одна огромная страница это жуть я добавлю эту страницу в описании ссылку можете пройти по ней и понажимать кнопки если до сих пор не понажимали и также не забывайте вступить в мою команду мы там даже крупные каналы обгоняем некоторые люди которые в моей команде играют в стальном охотники реально молодцы спасибо вам вы прям мощные и так теперь поговорим про день независимости республики беларусь в честь этого есть промо код задачи и розыгрыш призов также ссылку в описании добавлю можете перейти активировать этот код там три дня прямо 2d стиль декольки эмблемки задачи на x5 и даже для корабликов есть какие-то штуки дрюки я даже не знаю что это но она есть там есть кнопка получить все задачи которых тоже можно получить огромную кучу призов на рад очень много поэтому как обычно ваше любимое занятие зайти на сайт кнопки поклацать кто еще не забыл что в игре существует табель календарь можете еще заодно зайти в табель календарь там кнопку нажать если кто-то не может его найти и потерял его не знает куда он делся табель календарь когда на сайт танки су заходишь то в самом верху там где желтеньким прем магазин написано там теперь еще добавили кнопочку желтенькую табель календарь отдел по сованию кнопочек видим работает кнопочки двигаются и это замечательно теперь поговорим про world of tanks европейские сервера нас порадуют с 30 июня в 11 часов мск стартуют ночные бои будет отдельный режим аркада где-то 3 июля можно будет покататься в ночные бои на карте ласвель песчаная река и штиль можно будет покататься в это вот чудное ночное сражение играть будут с 8 по 10 уровень бои 15 на 15 в общем практически все правила обычного рандома доступны единственно что там какое-то хранилище золото которое есть на ю она работать там не будет а вот хранилище серебра будет какие причуды нас ждут в ночных боях чем они отличаются от боев которые происходят днем и мы уже понимаем что тестируются не просто ночные бои где просто ночь это визуал они также будут еще и на характеристики танков влиять затемненная оптика обзор уменьшится на 35 процентов тусклый камуфляж время в течение которого техник остается обнаруженной уменьшается до 6 секунд обычно сейчас днем танки светятся 10 секунд там же танки будут исчезать быстрее из-за чего вы чаще будете выживать всякие рачки которые по полю едут в никуда чаще будут в это никуда доезжать а может быть и нет зыбкий горизонт дальность отрисовки техники уменьшается до 465 метров вы не сможете видеть технику которая находится дальше 465 метров от вас даже ту которую обнаружили союзники однако если вам повезет вы по-прежнему сможете нанести ей урон то есть по указке можем стрелять за круг отрисовки но видеть мы танки сможем только на 465 метров это практически круг как сейчас максимальный обзор ночью вы примерно с таким кругом видеть танки только сможете максимально так еще и дальность связи уменьшена на 50 процентов радио помехи честно говоря вот это уже притянуто за уши и проверить как повлияет это на геймплей или чтобы поддержать какой-то стиль геймплея уменьшили еще и дальность связи то есть танки которые уехали далеко они будут светить врагов но вы их можете не увидеть поскольку связь от вашего союзника по рации она не доходит но это с ночью никак не связано радио помехи могут происходить когда делают радио помехи какие-то или когда они из-за чего то есть они не из-за ночи но это видимо в угоду какого-то геймплея сделано чтобы что-то по тесте в принципе как и все остальное вспышка в ночи незаметность после выстрела снижена в 10 раз а вот незаметность после выстрела снижена в 10 раз это логично поскольку ночью все яркое и всякие вспышки взрывы и так далее наоборот очень хорошо видно на фоне всего черного и после того как вы стреляете незаметность ваша снизится в 10 раз сильнее чем в обычном рандоме честно говоря маскировка после выстрела и так супер маленькая так что чё там будет снижаться там обычно циферки в районе пяти но будет у вас маскировка не 5 а сколько 0 5 так и и так практически нет но не знаю посмотрим как как это вообще будет на что она повлияет будет видно я на стриме покажу эти ночные бои вместе посмотрим на них что оно такое это будет происходить напомню на евро серверах у меня там есть аккаунт я вам уже в прошлых видосах говорил что я буду вам показывать всякие интересные вещи с евро серверов ну и последняя новость которую хочу вам рассказать это возможный танк который будет у нас в марафоне в дополнительной 4 главе 11 боевого пропуска возможный танк который будет за этот марафон дополнительной главе это китайский тяжелый танк в 111 модель 6 его добавили в клиент игры с 3d стилем выглядит он очень красиво солидно неплохо у него очень крепкая бронированная башня пробивать ее практически некуда она супер обалденная но корпус не сказать что прям супер какой-то бронированной это обычный корпуса твз 111 который легко пробивается максимальная скорость у танка хорошая удельная мощность плохая также у военной кажется 8 радуса там пробитие в районе 218 я так чисто по памяти рассказывают цифры но вряд ли я ошибаюсь также что мне очень сильно нравится у этого танка пробитие специальным снарядом то ли 280 или 290 кумулятивом это очень круто пробивать тяжей в лоб таким снарядом будет легко поэтому играя от рельефа от башни до 8 радуса уенов это не прям супер мега но это неплохо можно будет очень жестко нагибать тяжей в лицо такими кумулятивами пробиваются танчики очень жестко но если что нужно помнить что заборчики там всякие мусор и так далее по карте он не пропускает кумулятивы также гусеницы кумулятивы тоже могут сожрать это все экраны и так далее кумулятивы все это не любят нужно стрелять именно в чистую броню также еще добавили дурацкую механику то что кумулятив может рикошетнуть от любой брони под очень острым углом даже можно какой-нибудь скорпион не пробить у которого там вообще фольга просто потому что вы ему черкачом по крышке башни или крышке корпуса попадете снаряд рикошет нет хоть у вас и пробития много на мой взгляд это самое дебилоидное правило которое можно было добавить кумулятиву которым и так сложно стрелять из-за чего иногда не пробиваешь самый бумажный танк просто потому что рикошет ну это бред в целом танк наверное будет неплохой но вряд ли он с альфой 360 прям супер им бой будет но поиграться где-то в позицион очки поразваливать можно будет добавим там что-то в районе 200 кажется для тяжа это не так уж и плохо единственные вопросы это к альфе но еще к удельной мощности в 2013 году этот танк можно было бы смело сразу называть супер мега им бой а в 2023 году есть вопрос почему альфа маленькая и удельная мощность тоже турбину сюда ставить не захочется поскольку максималка и так большая а удельная мощность от турбины плохо будет увеличиваться потому что она в процентах увеличивается к маленькому числу прибавляем процент получается маленькое число плюс еще малю пусин качество и она вообще почти не увеличится ты почти как не ехал так и не будешь ехать поэтому это туфта полная но на мой взгляд этот танк неплох рандом он не убьет но от башни если он где-то станет только арта поможет поскольку башни там просто капец там пробивается лючок буквально один миллиметр туда будешь попадать только если повезет больше там ничего не пробивается судя по коллижен модели но со временем посмотрим может что-то там и будет пробиваться но вряд ли очень сложно возможно будет не этот танк но скорее всего он я думаю что британский колесник будет осенью или в конце лета а вот этот танчик будет у нас в этом марафоне либо же будет британский ст колесный но тогда зачем это танк добавили он уже готов еще с 3d стилем я думаю будет он его можно будет бесплатно получить пройдя основную линию боевого пропуска а за донатную за 2 500 золота если купить дополнительную линию с наградами там можно будет получить этот красивый 3d стиль в принципе это все новости надеюсь вам было интересно некоторые вещи я рассказал более развернуто и высказал свое мнение передал свои эмоции насчет некоторых вопросов которые меня очень сильно задевают в этой аре это конечно не совсем новостной ролик это больше новости плюс мое мнение но я считаю что я должен в видео вкладывать себя а не просто зачитывать вам новости в ряд без своих мыслей и своего мнения поскольку это все-таки мой канал поэтому я считаю что так лучше пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь обязательно вступайте в мою команду в стальном охотнике всем удачи пока и а и и и и и Продолжение следует...